Здравствуйте! Время новостей! Для оформления социального пособия от государства в виде минимальной заработной платы теперь достаточно лишь электронной цифровой подписи. Работа общего режима. Завтра с 8 утра многие магазины и учреждения сферы обслуживания начнут работу в обычном порядке. Служу отчизне. Добровольцы из числа призывников военнообязанных приступили к работе. 15 миллионов квадратных метров жилья в этом году построят для казахстанцев в рамках программы Нор-Лежер. Проект обеспечит крышей над головой свыше 32 тысяч семей. Сколько в числе счастливых новоселов окажутся жители ЖТСУ, расскажет наш корреспондент. Казахстан на первом месте среди стран СНГ по воду жилья. Об этом на заседании правительства сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития. Чтобы не сбавлять темпов, необходимо применять ряд дополнительных мер, считают в правительстве. Одним из приоритетных является импортозамещение. Отличным подспорьем в этом вопросе является программа льготного кредитования экономика простых вещей. В рамках работы по импортозамещению реализуется 33 новых проекта. Их ввод позволит увеличить долю казахстанского содержания в жилищном строительстве до 95% и создаст порядка 8 тысяч новых рабочих мест. В нынешних условиях важнейшей задачей правительства является наращивание темпов строительства, обеспечение населения жильем, сохранение действующих и создание новых рабочих мест. Сегодня в строительной отрасли задействовано порядка 700 тысяч наших граждан. Ответственным лицам поручаю своевременно начать строительный сезон, обеспечить ввод запланированного объема жилья и полное освоение выделяемых средств. Что касается непосредственно Алматинской области, то в этом году планируется ввести порядка 940 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 130 тысяч в рамках Нурлежер. Благодаря госпрограмме более 1700 семей обретут крышу над головой. В целях недопущения срыва сроков сдачи глава ЖИЦУ поручил ответственным лицам держать реализацию проекта на постоянном контроле и систематически докладывать о ситуации. Также Амандык Баталов напомнил о необходимости заблаговременно предусмотреть моменты касательно благоустройства и возведения социальных объектов. Где мог большой жилищный застройка, там обязательно должно быть строительство школы. Социальные объекты должны параллельно вестись. В комплексе должны быть. Переходящие объекты на 21-й уже в этом году заложены. Обсудили участники селекторного заседания и вопросы модернизации ирригационной инфраструктуры. В нынешнем и следующем году в Казахстане будет реконструировано 6785 километров каналов. Эти, а также иные работы позволят дополнительно ввести орошение почти на 500 тысячах гектарах земли в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Казалардинской и Актюбинской областях. Подытожив совещание, глава Кабмина Аскар Мамин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов провести работу по максимальному и безусловному освоению вводимых орошаемых земель и подведению необходимой инфраструктуры. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖИЦСУ. Добровольцы-призывники Карасайского района уже приступили к службе. На плечи военнообязанных возложена большая ответственность. Охрана микрорайона Асларман. Напомним, указанная территория находится на карантине. 35 человек пополнили ряды специальных отрядов, охраняющих территорию жилого комплекса Асларман. Новоприбывших разделили на группы по 5-6 человек. Их задача – патрулирование территории. Алматинская область первым из регионов провели призыв и сбор военнообязанных, которые на сегодняшний день выполняют задачу по обеспечению общественной безопасности на границе города Алматы и Карасайского района. Всего было призвано 78 военнообязанных и числа местных жителей. Срок службы составит до 3 месяцев в зависимости от сложившейся обстановки. Каждый из них имеет огромную задачу и важность, потому что они обеспечивают карантин, не дают распространение вируса. Тем быстрее мы запретим распространение вируса, тем быстрее заканчивается эта эпидемия. Напомним, в микрорайоне Асларман, где проживает 22 тысячи человек, зарегистрировано двое инфицированных. В связи с этим на местности введен карантин. Все выходы и входы заблокированы. Продукты, а также необходимые медикаменты солдаты доставляют застрявшим до квартиры. Нас собрали буквально вчера. Призывников разделили по различным объектам, и наш взвод попал сюда. Мы осознаем всю опасность, которой подвергаем себя, однако готовы нести службу и выполнить долг перед Родиной и её жителями. Всего на территории микрорайона задействованы 78 человек. Они денно и ношно патрулируют объекты и обеспечивают порядок. Каждые 12 часов одна смена заменяет другую. Продолжаем выпуск. Деятельность ряда социальных объектов изменили в Алматинской области. Аптеки, ветеринарные и продуктовые магазины будут работать без временных ограничений. Не подлежат приостановлению медицинские организации, в том числе и стоматологические, будь то частные или государственные. СТО тоже будут продолжать свою деятельность, как и мясные прилавки, рассказали ответственные лица в ходе брифинга на площадке ЖТСУ «Медиа». А вот магазины транспортных запчастей, сельхозсферы и оптовой торговли строительными материалами будут работать при условии, что отпуск товаров будет производиться только по предварительным заказам, без посещения магазина, с выдачей заказанных товаров по прибытию покупателей. Банки и микрокредитные организации тоже продолжают работу в прежнем режиме, отметили на брифинге. Добавим, сроки и ограничительные режимы могут поменяться в связи с изменением ситуации по распространению коронавируса в стране. Мы думаем, что своевременно поставлены посты и были ограничительные меры. В результате этого темпы роста заболевания у нас нет. На сегодня время заставило принять другое постановление. Постановление 5-е от 7 апреля будет действовать завтра с 8 часов 8 апреля. В Казахстане из-за коронавируса вводят налоговые канюклы. Ряду субъектов малого и среднего бизнеса будут предоставлены преференции в виде отсрочек платежей по налогам и социальным отчислениям. В том числе кинотеатры, торгово-развлекательные комплексы, театры, выставки и так далее. Также коэффициент по нулевой ставке установлен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг. Об этом заявили представители Департамента госдоходов по Алматинской области. Отметим, на период действия чрезвычайного положения органами дополнительно приняты меры по отмене принудительного взыскания задолженности. Все для того, чтобы граждане смогли беспрепятственно получить социальную выплату, говорят организаторы. Коэффициент 0 устанавливается по налоговому обязательству на 2020 год, а на 2019 год не распространяется. Так как срок представления декларации наступает на этот год, за прошлый год, льгота по начислению налога за прошлый год не предусмотрена. По тем категории налогоплательщиков, которые занимаются импортами и реализацией социально значимых товаров, сумма НДС, ставка НДС уменьшена с 12% до 8%. Новые условия. Количество получателей пособия в размере 42 500 тенге увеличено в Казахстане. Если раньше претендовать на госпомощь могли 4 категории граждан, то теперь их 7. Такой информацией поделились ответственные лица в ходе брифинга на площадке ЖТСУ Медиа. Об этом и других нововведениях расскажет мой коллега Дамир Анитов. Нововведение вступило в силу 3 апреля текущего года. Теперь претендовать на заветные 42 500 могут работники малых и крупных предприятий, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, а также сотрудники некоммерческих организаций. В их числе нотариусы, адвокаты, юристы и прочие. Кроме того, благодаря упрощению механизма получить пособие от государства станет в разы легче и быстрее, говорят эксперты. Для всех физических лиц из этих семи категорий им не надо заявление подавать. Она назначается автоматически в проактивном формате. На сегодня в проактивном формате более 13 тысяч жителей получили назначенные социальные выплаты. В первоначальном его правилах была предусмотрена необходимость предоставления документов, которые бы показывали, что он потерял доход. Он должен был предоставить копии приказа, там еще дополнительные. Это надо было сканировать, прилагать и файлом прикреплять к порталу. Сейчас все это отменили. Ничего не надо. То, что он нуждается, что он потерял доходы, подтверждается его электронной цифровой подписью. В эти дни, несмотря на режим ЧП, отделение Казпочты и банка второго уровня переполнены людьми. Как стало ясно, штурмуют они госучреждения вынуждены. Чтобы получить соцпомощь в размере 42 500, необходим лицевой счет. Увы, без него денег на карточку никто не отправит. Многие люди, не зная, приходят к нам открывать счет. Прежде чем открыть счет, необходимо отправить сообщение на 0525, чтобы они выяснили, положено им этот 42 500 или не положено. Им приходит сообщение о том, что вы зарегистрированы, отправить счет. Можно открыть онлайн режиме, или у вас есть карточки, или раньше были открыты счета. Можно эти счета воспользоваться. Любой счет пригоден для этого. Деньги будут поступать на любой счет. Везде, в интернете, в газетах и по телевизору. Каждый день, каждый час об этом говорят. Но народ, не знаю, слышит, не слышит, но почему-то все время приходит. «Яговкий ЗЭД» работает некорректно. Жалуются люди в социальных сетях. Ответственные лица связывают это с огромным наплывом пользователей. Госпортал не способен принять единовременно много посетителей. Впрочем, о проблеме власти страны осведомлены и уже внедрили новые методы. Для снижения нагрузки на «Ягов» была задействована электронная биржа труда «Янбек.кз». Кроме того, получить необходимые услуги можно и через сайт почты.пост.кз, а также через телекрам-боты, которые имеются в каждом регионе нашей страны. Все это поможет существенно сократить время, уверяют эксперты. Однако некоторое время проблемы со сбоями все же будут. Для изучения и фильтрования заявок во всех городах районах Алматинской области созданы оперативные штабы. Здесь назначенные специалисты регулируют все процессы. Ответственные лица тщательно рассматривают все запросы. Затем отправляют их в фонд специального страхования. И в течение одного рабочего дня станет ясно, кто сможет получить пособие. Дамир Анитов, Жай Курманбаев, Аблай Кутукпай, Телеканал ЖИЦУ. Продолжаем выпуск. Из-за непогоды жители трех городов Костанайской области остались без воды, электричества и тепла. Сильным ветром в Костанайе, Рудном и Лисаковске повреждены линии электропередачи и деревья. Сорваны билборды, облицовка зданий. Приостановлено автобусное сообщение. На большинстве областных дорог нулевая видимость. Сообщается о многочисленных ДТП. Пока было электричество, к нам поступило 11 обращений по срыву деревьев. В трех случаях были повреждены линии электропередачи. Информация сейчас по общей ситуации в городе уточняется. Сообщил исполняющий обязанности руководителя ситуационного центра Кемата Костаная Алишер Батрбеков. Октюбинские полицейские задержали 46-летнюю сотрудницу одной из частных клиник города, которая распространила ложную информацию о росте числа инфицированных, передает корреспондент Казинфорум. Неизвестная женщина записала голосовое сообщение и выслала его в группу для одноклассников. В записи говорилось о том, что якобы числа зараженных коронавирусной инфекцией в Октюбе намного больше, чем в официальной информации. И весь персонал частной клиники заражен и находится на карантине. Подозреваемая признала свои незаконные действия и раскаялась в содеянном. И наложен штраф в размере 40 МРП. В зоне отчуждения в районе украинского Чернобыля несколько дней бушуют лесные пожары. Очаги возгорания пока не удается взять под контроль. Охваченная огнем площадь, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, увеличилась до 25 гектаров. Точная причина пожара пока не установлена. Но эксперты считают, что к нему, вероятнее всего, привел человеческий фактор. К борьбе с огнем привлечены полторы сотни людей и три десятки единиц техники, в том числе два самолета и вертолет. Как сообщил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины, радиационный фон в этом районе превышен 16 раз. Вместе с тем отмечается, что показатели в Киеве и Киевской области не превышают естественных фоновых значений. Состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось. Заболевший коронавирусом Борис Джонсон помещен в отделении реанимации и интенсивной терапии лондонского госпиталя Сент-Томас. Замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Королевства Доминик Раап. Сообщил пресс-секретарь премьера. Он сказал, что Джонсону оказывается превосходная медицинская помощь. Представитель премьера также заявил, что распространяемые в СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, дезинформация. На северо-западе Франции, возможно, найден союзник в борьбе с COVID-19. Речь идет о морском пескожиле. Червец с исключительными свойствами. Его гемоглобин близок к человеческому, но способен переносить гораздо больше кислорода. То, что пескожилы выживают и на суше, и в воде, заметил ученый-биолог Франк Зааль. В течение ближайших дней две французские больницы проведут эксперименты по применению крови червей морских пескожилов для лечения пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, вызванными коронавирусом. Способы лечения COVID-19 пытаются найти ученые во всем мире. По словам Брюса Сейкиса, американского врача из Центра переливания крови, человек, переболевший коронавирусом, может быть донором. Плазма крови тех, кто выздоровел, содержит антитела, которые выработал их организм и которые могли бы помочь пациентам в острой фазе заболевания победить в борьбе с вирусом. Французские медицинские учреждения и институты проведут клинические испытания и этого метода лечения. К другим темам. Образ Абая в мире искусства. Более 50 работ художников были представлены на выставке, посвященной к 175-летию Абая Кунамбаева. Картины выполнены в разных стилях, но цель одна – показать сына казахской степи с разных сторон. Творчество Абая – бесценное наследие в мировой литературе. Это имя знает каждый во всем мире, независимо от возраста и профессии. Попытались приблизить образ казахского классика художники Залматинской области, рассказать через экспозицию о мире, в котором жил философ, и то, о чем писал. В мельчайших деталях мастера попытались раскрыть сущность и духовность казахского классика. Работы выполнены в основном в портретном жанре. Однако, кроме портретов поэта, на выставке можно увидеть картины, посвященные произведениям Абая, например, полотна по циклу стихотворений. Здесь можно увидеть портреты Абая и работы, посвященные его творчеству. Главные экспонаты выставки – это портрет поэта, а также работа, посвященная стихотворениям про времена года. Всего в галерее изобразительного искусства представлены экспозиции на разные темы, а в собственном фонде хранятся около 600 работ. Алексей Цуя, Блэкутыкбай, телеканал ЖИЦУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова